Поток сегодня информационный такой, что он просто может ошеломить, может просто сбить с толку человека неподготовленного. И чтобы отметать шелуху неправды, как выразился губернатор, молодому поколению необходимо задать правильный вектор восприятия ценностей нашего государства. А помочь им в этом могут только грамотные наставники в лице преподавателей, уверен Томенко. Сформировать понимание этих самых интересов и понимание того, в чем эта любовь может выражаться, и преданность, приверженность своей стране, ее идеалам, ее ценностям. Кстати, формировать правильное информационное поле заинтересованы ребята, которые занимаются в медиа-центрах. Это университетские СМИ. На таких площадках студенты могут демонстрировать свою точку зрения на события и делиться жизнью образовательного учреждения. Мы поговорили с губернатором о том, что еще можно добавить в наши СМИ, какие темы можно расширить, можно описать о жителях края. Ну, о проблемах мы, наверное, это не будем затрагивать, но, допустим, знаменитые личности или знаменитые выпускники наших вузов, то есть повестку наших СМИ также можно расширить. Поддерживать ценности и трудиться на благо Родины студенты готовы. Но где? Они об этом тоже спросили губернатора. Проблема трудоустройства для будущих выпускников по-прежнему острая. Но, по словам Томенко, находят работу около 80% студентов. Проблема в другом. Зачастую молодые специалисты хотят трудиться только в Барнауле и не готовы ехать в малые города и районы, туда, где действительно есть кадровый голод. Например, в сферах образования и медицины. Хотя там, по словам губернатора, для молодых специалистов мер соцподдержки достаточно. Тем, кто приходит на работу, например, в сельскую местность, например, на дефицитные специальности в те или иные наши учреждения. И там существует система и грантовой поддержки, и субсидирования, и предоставления, значит, на определенных условиях служебного жилья. Но и намеренно задерживать молодежь на Алтае тоже нельзя, уверен Виктор Петрович. По его мнению, желание молодых людей уехать в большие города вполне здоровое. И оно, напротив, должно формироваться системой. Властям же стоит обратить внимание на повышение привлекательности региона и создание условий, при которых люди могли бы комфортно жить, работать и реализовываться на своей малой родине. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.